Возвращаемся к классическому определению ритма. Итак, он может быть в метре, а может быть без него. Но! Это, пожалуй, главная часть этого определения. Подлинный ритм воспринимается только ухом, и без него не существует. Подлинный ритм воспринимается только ухом, и без него не существует. То есть, ритм музыкальный – это то, что исполняют и слушают. Ритма нету в нотах. Ритмические рисунки – это не ноты. Мы же не принимаем за Гималайи или Нью их изображение на физической карте мира. Правда? Это всего лишь рисунки, условное обозначение. Примерно то же самое с рисунками в нашей нотации. Ритмические рисунки – они на той рисунке. Их нельзя буквально выполнять. Буквально исполнять «комес критто», как написано. Все исполнять, как написано. Этот завет, к сожалению, был слишком буквально прочитан в 20 веке. И во многом благодаря хорошим музыкантам, вроде Густава Марио. И даже Артура Тусканини. Это именно он по-итальянски кричал своим оркестрантам «комес критто», «комес критто», «как написано играете?» Но вообще-то играть, наверное, как сочинено, а не как написано. Это разные реальности, конечно. Итак, подлинный ритм, еще раз, воспринимается только умом и без него не существует. Как раз замечательное упражнение в ритме – это шопеновские мазокки. Время упражнение в ритме – это шопеновские мазки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, наконец-то появился бас Только здесь Гармонические голоса Как иногда бывает в Шопене Как в миминорной природе его Тоже самое происходит Бас только в конце первого периода По-настоящему в Кадансе появляется Субтитры создавал DimaTorzok А тут вообще сжатие произошло раньше второй четверти в рисунке 16-8 строчкой. Ну и дальше тоже интересное соотношение. Бас появляется на второй, третьей четверти. И таким образом получаются такты дважды бас и один аккорд. Не бас два аккорда, а два баса аккорд. И получается смещено на неправильном месте. Вторая, третья и первая аккорд попадает на первую четверть. Это, конечно, очень важно. А здесь вообще бас в его функции баса просто уходит. У нас есть спринта бурдо. И это все равнофункционально. Все три четверти в такте уже равны, не разные. Бас аккорд или аккорд бас нам дает функциональное различие. Вот это ритмическое напряжение. А здесь оно отсутствует в басу. И все теперь зависит от того, как мелодия будет себя вести и гармония. Главное событие – это следующий такт. И вообще, а потом через головы четырех тактов. Продолжение следует... Все было вот ради этого места, которое наконец-то получилось в мазурке, как вначале сенсоризора, но только уже не на гармонических голосах, а на мелодических голосах. Такой маленький кусочек баллады, мазурка как баллада вот здесь, в этой драматической, даже трагической кульминации. И наконец все восстановится только, ну более-менее восстановится только в коде. В каждом такте бас, два окон, а как положено. Наконец-то эта формула такая простая, копейший материал, бас, два аккорда оказывается венцом творения. Наконец-то мы достигли этого благополучия, где ритм и метр более-менее наконец худо-бедно совпали. И в конце опять-таки, как бы все было вначале, все упирается во вторую четверть. Самое главное, конечно, в мазурке это вторая и третья четверть. И ритм, так сказать, отскакивает от грамматического акцента на первую четверть, и дойдет на вторую и на третью. Чем это не тянуть и толкать? Из-за этого мазурки иногда получаются очень странными. Как заметил Джакомо Мейерберг, который слушал, как Шопен играет в свои мазурки, вы играете в ваши мазурки на две четверти, а не на три. На что Шопен отвечал, должно быть это в нашем национальном характере. Ответ был немножко с душком, таким антисемитским в нашем польском национальном характере. Вот в адрес Мейербера, еврея Мейербера это было сказано. Но вообще-то, да, мазурки сжимаются до двух четвертей, иногда расширяются до трех четвертей одной шестнадцатой. Это вообще в природе гемеольных танцев, которые из трехдольности стремятся уйти в двудольность, реже наоборот. Вот эта комиссия трехдольности, она все время маячит в этих самых ритмах мазурочных, которые уводят в движение ко второй и третьей четвертям.